МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтической родиной Пушкина называют подмосковные усадьбы Захарова и Везёма, ведь именно здесь прошло его детство. В этих местах будущий литератор впервые увидел красоту русской природы, познакомился с фольклором, увидел жизнь богатого и провинциального дворянства. Здесь формировались его взгляды на жизнь, здесь он начал писать свои первые стихи. Сейчас на территории двух усадьб расположен Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина. Какие экспозиции сейчас в нём представлены, и зачем сотрудники учреждения недавно посетили Иркутск, и чем в заповеднике могут заинтересовать юных краеведов? Об этом и не только мы сегодня поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире этого программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина, а в нашей студии сотрудники музея-заповедника Владимир Сизов, заведующий отделом информации, и Ольга Броницкая, заведующая отделом музейной педагогики. Здравствуйте! Здравствуйте! А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире 8495 508 86 84. Наш номер телефона, по которому вы можете задать свой вопрос гостям студии. Кроме того, прямой эфир сейчас идет в социальной сети Instagram. Там вы можете оставлять свои комментарии, вопросы, все обязательно озвучу. Давайте интригу раскроем, зачем же так далеко было ехать сотрудникам музея-заповедника Пушкина. А, вы имеете в виду город Иркутск? Именно. Но не Одинцова, как сегодня. Ну да, конечно, наша страна очень большая. И, наверное, пожалуй, одна из самых дальних выставок, которую мы повезли в Иркутск. Эта выставка называется «В альбоме вашем я пишу». Выставка посвящена такому интересному и вообще невероятно глубокому экспонату нашего музея, альдамскому альбому начала XIX века. Да, ну, собственно говоря, вот здесь можем посмотреть некоторые картинки из этого альбома. Вообще альбомная культура, это была невероятно популярна среди русских дворянок. В конце XVIII, начале XIX века и расцвет этой культуры приходится на 30-е и 40-е годы XIX века. Ну, в чем была суть? То, что у каждой дамы дворянки был такой альбом, куда кавалеры могли написать... И Александр Сергеевич Пушкин не был исключением. В том числе Александр Сергеевич Пушкин могли написать какие-то пожелания стихотворениям, могли нарисовать картинки. Ну, на самом деле, история вот этих альбомов, она немножко идет, как бы... Она всегда сопровождала нас до того момента, как у нас появились социальные сети и другие. В нашем детстве были вот такие анкеты, помните, для друзей. Ну, примерно, да, что-то похожее, может быть, менее литературное. Да, и, ну, всегда хотелось дамам иметь, ну, не только дамам, вообще людям, иметь воспоминания о своих друзьях, о своих знакомых, о каких-то интересных встречах. И поэтому они вот заводили такие альбомы и хранили. Вот сейчас у нас очень легко, мы можем там позвонить кому угодно, да, есть мобильные телефоны, там, ну, связаться по интернету. А в то время все-таки вот с человеком пообщались где-то, встретились, подружились. И расставание было, могло быть очень-очень долгим. И встретиться порой раз было практически невозможно. И поэтому всегда хотелось иметь частичку воспоминаний об этом человеке. Вот дамы, имея этот альбом, они как бы давали этот альбом, чтобы там могли написать для них пожелания или нарисовать какую-то интересную картинку. И вот музей-заповедник Пушкина приобрел такой вот интересный альбом, принадлежащий одной даме. К сожалению, мы не знаем, как ее звали. Мы знаем лишь то, что ее отец был крупным промышленником, он занимался солеварением. И они вместе с ней, она вместе с своим отцом путешествовали из Москвы, сначала в Нижний Новгород, а потом в Астрахань. И вот во время этих поездок, она, видимо, эта дама была очень красивой, ее окружали такие галантные кавалеры военные, которые ей писали туда свои пожелания, стихи. И когда начали разбирать, кто именно ей писал, там сохранились их инициалы, их имена, то выяснилось, что все эти люди принадлежат, ну, они не были такими первостепенными людьми Пушкинского круга, но вот на втором плане они фигурируют. И вот альбом невероятно красивый, он очень яркий, там есть очень такие красивые картинки, красивые пожелания. Более того, этот альбом дополняет очень такой интересный момент, в нем есть акварель с изображением Александра Первого. Но сделана она была уже в конце 30-х годов. То есть, как мы знаем, Александр Первый уже в этот момент давно не правил, а правил его брат Николай Первый. И почему, вот такая даже загадка, да, почему кто-то ей нарисовал этот рисунок, портрет Александра Первого. Причем самое интересное, что рисунки, сделанные в этом альбоме, они имеют очень такую высокую художественную ценность. То есть, те люди, которые рисовали, они обладали незаурядными художественными способностями, возможно, даже являлись именитыми художниками. Просто мы не можем их установить, потому что они не все подписаны. Ну, в чем суть этой выставки? То есть, альбом, когда он лежит в экспозиции, мы можем посмотреть только лишь либо его обложку, либо какую-то из самых, наверное, интересных картинок. И вот наши сотрудники, они придумали такую интересную экспозицию, то есть распечатали все эти рисунки, и весь этот альбом можно, по сути, пролистать. Вот. И познакомить экскурсантов и посетителей музея с всем содержимым этого альбома, и не только, и с альбомной культурой. Я вот сейчас Ольге задам вопрос. На самом деле, Владимир интересную параллель провел между вот теми альбомами и нынешними, ну, соцсетями. Но ведь души-то в них меньше. Как вы думаете, вот хотелось бы вам на руках такой альбом иметь? Конечно. Может, стоит вернуть вот те какие-то традиции давно утраченные? А я думаю, что эти традиции возвращаются, и вот мы с детьми очень часто заводим такие блокноты, в которых оставляем свои впечатления. В том числе вот в нашем клубе краеведов, у детей, у наших юных краеведов, есть такие альбомы, в которых они как раз записывают впечатления о наших встречах. Не говорю занятиях, потому что у нас это всё происходит как встречи. То есть это такое более неформальное что-то? Ну да, потому что наша цель, прежде всего, это живое общение. Наверное, я не скажу ничего нового, но мы пытаемся отодвинуть детей от гаджетов, отвлечь их. И когда они приходят к нам в детский центр, они именно получают это общение. Они начинают, прежде всего, общаться с собой, сами с собой вживую, в том числе и записывать эти впечатления. А вот, скажем так, по литературному содержанию эти впечатления как? Вот сейчас мы живём, 21 век, у нас всё быстро, у детей, как говорят, клиповое мышление, вместо «спасибо» в интернете мы часто видим «СПС». Вот интересно, да, куда люди тратят освободившееся время. Вот у детей это прослеживается? Или всё-таки дети, которые растут вот этой культурной среде, по-другому не скажешь, немножко по-другому пишут? Пишут по-другому, совершенно верно. Сейчас мы с детьми готовимся к школьным чтениям. Это конференция, которая будет проходить у нас в музее 20 ноября. От нашего детского центра там будут три ребёнка представлять свои доклады. И доклады достаточно интересные. И я вижу, как они пишут, стараются. И мысли интересные, и речь интересная достаточно. Ну, действительно, дети, которые приходят к нам в музей, они мыслят уже по-другому. Они начинают мыслить по-другому через какое-то время. Владимир, а как жители Иркутска приняли выставку? Самое интересное, что выставка, она, конечно, вызвала ажиотаж, не побоюсь громких слов. И на само открытие пришло много людей, несмотря на то, что это была середина буднего дня, пришли как обычные жители, как гости музея, так и сотрудники многих других иркутских музеев. То есть там город, он всё-таки, ну, не такой уж и маленький. То есть вот и на самом-то деле люди меня поразили. Поразило, как люди интересуются вот всей этой темой. Задавалось очень много вопросов. Были какие-то, которые удивили. Да, да, были, которые совершенно не знали, то есть и вот об этом, да. И, например, приходили, говорят, ой, да у нас же вот были вот, да, похожие альбомы там в школах, ещё где-то. А истоки-то вот они где. Да, и вот эти альбомы, которые были там в XIX веке, они на самом-то деле это колоссальный пласт вообще русской культуры. Как мы знаем, у Александра Сергеевича Пушкина очень много стихов, которых он написал разным дамам в альбомы. Александр Сергеевич любил дамам в стихе, который про альбом писал, да, кстати говоря. И интересно, что там набирается чуть ли не на том стихотворении, его просто стихотворения, которые были из разных альбомов. И сколько этих альбомов не сохранилось, где, вероятно, были стихи Александра Сергеевича Пушкина. И вот эти альбомы, они хранились, они вообще были, они делались очень, ну, они вообще, это была дорогая вещь. То есть это как вот, наверное, ну, как сейчас, наверное, дорогой гаджет. Это потому что сама выделка этого альбома, он делался из софьяновой кожи, из, там, нередко были позолота на этом альбоме, на этих альбомах украшались различными там узорами, там, в том числе и арабской вязью. И молодая дама, которой, наверное, скорее всего родители дарили этот альбом, это, она, конечно, себя чувствовала очень так вот. Были такие дамы, которые, вот, ну, наверное, стремились к тому, чтобы только известные, да, люди писали у них в альбомах, и чтобы потом как-то продемонстрировать, да, вот посмотрите, кто мне нарисовал картинку, там, Кипренский, да, или, например, Пушкин мне написал стихотворение. Стихотворение. Поставил лайк. Были, да, 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 были дамы, которые вот только лишь близкие люди, которые хотели сохранить воспоминания о своих, впечатлениях о людях. И эти альбомы, они, на самом-то деле, долго хранились в семьях, передавались по наследству. И вот, например, самое интересное, что вот Волконская, да, в доме которой как раз проходила выставка, ее альбом, который тоже, она, как мы знаем, да, она даже, как говорят, была влюблена в Пушкина, да, есть такая интересная версия. И ее альбом, он был неизвестен, вообще неизвестен. И он открылся лишь только вот в конце XX века, когда уже родственники ее, потомки, которые, будучи во Франции, вот, передали ее альбом, вот, ввели как бы его в научный оборот, в экспозиционный оборот. То есть даже вот такие интересные вещи. А жители Одинцовского округа и гости музея смогут ознакомиться с экспозицией, когда она вернется? На самом-то деле он уже вернулся. Уже вернулся. Да, там экспо, то есть на этой выставке хранится муляж, там у альбома просто вот сама, сама картинка. Так что, дорогие жители, не переживайте. Да, а остальные картинки, вот, которые, они бы распечатаны, в принципе, там они находятся на выставке. А сам альбом хранится у нас в музее, его можно в любой момент посмотреть в нашей экспозиции, в усадьбе Веземы. Вот, кстати говоря, как сейчас работает музей-заповедник? С 28 октября в Подмосковье действует ряд ограничений. Вход по QR-кодам действует? Да, все правила действуют. Вот у нас, значит, когда были введены вот эти ограничения, очень строго было введено вот такие строгие ограничения, QR-коды обязательно. Пять человек на экскурсии, независимо от родственники, неродственники. Знаете, как обычно, вот мы там приехала группа, да, там, например, там, мы все вместе, нас 10 человек. Нет, пять человек одна группа, да, пять человек и другая группа. И, соответственно, мероприятия нам проводить разрешили, но ограничили количество заполняемости зала 50 процентами. То есть вот наше мероприятие, да, и не более 50 человек. Соблюдение всех норм. Всех норм, да. Масочки обязательно, да. Обязательно маска, обязательно QR-код. Так вот. Ну, люди идут, несмотря на это. Вы знаете, неожиданно, но наш музей очень пользовался большой популярностью вот на прошлой неделе и посетило очень много людей. И вот Ночь искусств у нас проходила в онлайн-режиме. Но, тем не менее, было очень много гуляющих экскурсантов. Мы и те, кто приезжали на экскурсии. То есть для экскурсоводов работы было много. Музей-заповедник Пушкин, он достаточно большой. Ольга, вот какой уголок ваш самый любимый? Ну, конечно же, это наш детский центр. Это мое самое любимое место. За что вы его так любите? Где он конкретно в музее-заповеднике находится? Он находится практически сразу при входе на территорию нашего музея. Нашему детскому центру 4 ноября уже исполнилось 6 лет. То есть наш кот ученый уже такой, подросток. Сама идея открытия детского центра принадлежит нашему директору Александру Михайловичу. И расположен он в очень уютном старинном флигеле. Он действительно очень уютный, деревянный, двухэтажный. В этом году у нас появился совершенно новый проект. Это... Подождите, не раскрывайте все карты. Давайте сначала, раз тем более 4 ноября была круглая дата. Расскажите, а чем в детском центре вы занимаетесь? Я заведую отделом музейной педагогики детским центром. В том числе и веду детские программы. У меня две программы для самых маленьких. Мы с ними рассказываем сказки. Наши русские народные сказки. Выясняем, кто такой Колобок, кто такая Баба Яга, откуда взялись гуще-лебеди. Достаточно интересная программа. И у меня взрослая, я так говорю, для старших детей клуб юных краеведов. О котором мы чуть позже. Да, обязательно поговорим чуть позже. Вот. Ну, вообще у нас там очень много всего интересного для детей. Вот хотелось бы сказать несколько слов. Да, вот что у нас здесь на столе лежит. Да. Не случайно. Не случайно у нас лежит на столе. Вот такая у нас газета «Кот ученый». «Кот ученый» – это единственная музейная газета, настоящая газета, которую издают наши юные журналисты. С самого открытия детского центра у нас работает студия журналистики. Уже не одно поколение детей вышло из этой студии. Причем некоторые поступили в университет, на факультет журналистики. Поэтому они как бы продолжают этим заниматься. И вот дети сами издают газету. Они пишут статьи, участвуют во всех музейных мероприятиях, берут интервью, делают фоторепортажи. Все сами? Все сами, да. Замечательный педагог, корреспондент районной газеты Лариса Георгиевна Родионова. Наша коллега. Ваша коллега, да. Дети ее обожают. Сейчас у них был новый набор журналистов. Она с ними уже сходила в поход по Пушкинской тропе. Готовится репортаж в новом номере газеты по поводу этого похода. Так что у нас очень интересна жизнь в детском центре. И единственное, что когда сейчас были ограничения, нам пришлось тоже выходить в онлайн, потому что детские мероприятия были под запретом. Но мы продолжали общаться, устраивали викторины. Дети участвовали активно. Появились победители. И сейчас вот на ближайших занятиях получат свои призы за участие в этой викторине. А дети какого возраста в детском центре могут заниматься? У нас, начиная от самых маленьких, самые маленькие у нас это пятилетние приходят дети. И вот лет 15-16. А вот как умудряйтесь достаточно сложную информацию объяснить детям так, чтобы им было понятно? Вот какой подход? Как вы его находите? Сложный вопрос, конечно. Ну да, мы стараемся. Понимаете, наши дети очень сильно загружены. У них школа, у них часто репетиторы после занятий, у них ещё какие-то кружковые потом. Драм, кружок, кружок по охоте. Да, да, да. И если они к нам приходят, и мы ещё их посадим за стол и будем, давай, учись, я думаю, что желания не будет. Поэтому мы стараемся строить наше занятие так, чтобы им было интересно, чтобы они приходили к нам в клуб и в детский центр с горящими глазами. Поэтому приходится что-то такое выдумывать всё время. У нас очень хорошие сотрудники, которые работают с детьми. И вообще у нас уникальная команда преподавателей подобралась в детском центре. А вот расскажите про них, кто эти люди. Ну вот про Ларису Георгиевну я уже сказала. Да, журналистика. Журналистика. Потом у нас ещё есть школа-студия русского языка, куда дети идут тоже с горящими глазами. Потому что там уникальный педагог Светлана Владимировна Трушина, член Союза писателей. У неё авторская методика. Теперь понятно, почему ваши дети пишут несколько иначе, чем педагоги. Совершенно верно, да. Она находит, не знаю, какие-то такие совершенно доступные методы, чтобы привлечь детей к русскому языку, чтобы научить их красоте русского языка. И я вот просто сама ходила к ней на занятия и с большим удовольствием её слушала. Вот, кстати, дети знают русские народные сказки? Вот что вы им про Колобка рассказываете? Про Колобка обычно ко мне приходит самая маленькая аудитория. И самая первая сказка, да, Колобок. Кто такой у нас Колобок вообще? Хлеб-бабулочные изделия. Булочные изделия. Непослушные. Очень. И вот мы начинаем с ними разбираться, почему Колобок, почему он круглый, куда же он покатился и кого он встречал. И в итоге... А, это всё разыгрывается у нас кукольным спектаклем ещё, появляется зайчик, всё, мы это всё объясняем. И Колобок-то на самом деле, он не просто Колобок, а это солнышко, которое совершает свой путь, да, и дарит радость всем, кто его встретил. И вот раньше, 14 сентября, на новолетие, когда уже все полевые работы закончены, пекли хлеб. Обычно дети пекли этих Колобков и выходили за ворота всем в деревне, всех угощали этим свежеспечённым хлебом. Вот Колобок, это такой символ солнца, радости и счастья, плодородия. Я думаю, что дети с удовольствием всё это слушают. Вот это было интересно. Спасибо. Я думаю, что зрители... Владимир, вот готовится материал про Пушкинскую тропу, а это, между прочим, ваш проект. Будете контролировать с фактурой всё в порядке? Вы знаете, уже тут всё под контролем, конечно же. Ну, если брать, конечно, Лариса Георгиевна, она самой советовалась, спрашивала, как что, я ей там всё рассказал, какие самые интересные, примечательные места. Но, собственно говоря, она с самого начала этого проекта всегда следила, она писала о нём. Она, наверное, о нём знает больше, чем мы, я уже думаю, так. Вот, кстати говоря, экскурсии по Пушкинской тропе будут продолжены? Будут. Вот сейчас, конечно, уже сезон закончен, потому что... Холодновато. Стало холодно, а уже весной начнём заново. А вот давайте напомним телезрителям, что это за Пушкинская тропа, о чём мы сейчас с вами говорим. Да, Пушкинская тропа – это, на самом деле, такой, можно сказать, даже, не побоюсь этого слова, уникальный проект Музея-Заповедника Пушкина. То есть, и в наш музей входят две усадьбы. Усадьба Везёмы и усадьба Захарова. Но находятся они очень близко друг с другом, там всего лишь три километра пути. Но пешком до недавнего времени преодолеть эту дистанцию было очень сложно, потому что, с одной стороны, Можайское шоссе, с другой стороны, Звенигородское шоссе, так называемое, Бетонка. Там ещё есть железнодорожные пути. Красота неописуемая. Люди часто приезжают, да, и спрашивают, вот как пешком, мы хотим пешком прогуляться. И мы вынуждены были им говорить, что, наверное, никак. Лучше этого не надо делать, потому что сначала нужно идти по Можайскому шоссе, потом по Звенигородскому шоссе. По Можайскому шоссе едут фуры. Ну, все наверняка знают знаменитый переезд в Малых Везёмах, который всегда загруженный. Ну и мало приятного. Подышать свежим воздухом не получится. Да, зимой, это ещё как-то вот летом, да, ещё как-то более-менее можно было, а зимой так вообще невозможно. И наши сотрудники, ну, мы придумали такой интересный проект, чтобы добраться из Везём до Захарова по пересечённой местности, совершив такую уникальную прогулку, полюбовавшись живописной природой нашей, подмосковной, уходящей, которая активно от нас уходит, её застраивают, то есть нам остаются какие-то клочки. Но самое интересное, что сохранилось, что вот именно в том месте она ещё в какой-то степени сохранилась. Но это историческая справедливость, по-другому не скажешь. Да, да. Более того, там именно вот эта тропа, она не просто так придумана. Именно в тех местах и проходила та самая древняя дорога из Везём Захарова, по которой Александр Сергеевич Пушкин со своей бабушкой, со своей няней знаменитой ходили из Везёмы каждое воскресенье в церковь Преображения на службу. И в гости также к своим родственникам, князям Голицыным. Вот. И, конечно, я уже неоднократно видел, когда приезжали, особенно из Москвы, группы детей, взрослых, когда мы входили вот в эту природу, как вот у людей, как они менялись, как у них снималось вот это напряжение. Представляете, там разнотравье русское, да, поют птицы. И, конечно, люди, приехавшие из вот этой вот Москвы, где плотная застройка, где машины, всё загазовано. Суета ещё самое главное. Суета, да. Конечно, они так вот терялись. И так давайте, может быть, помедленнее пойдём. Ещё речка течёт. Да. Там, кстати, в двух местах пересекают наши местные речки, Везёмку и Шараповку. Через эти речки мы перекинули мосты, и там, конечно, желчание воды такое удивительное. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы этот проект, он был как-то отражён. Вот мы, конечно, так вот добиваемся, чтобы его внесли в реестр, да, турктических маршрутов, чтобы он, может быть, он был даже быть отмежован как-то, да. Ну, вот работаем над этим вопросом. Ну, может быть, когда-нибудь это удастся. Будем надеяться, что это обязательно удастся. На самом деле много идей, вообще просто колоссальное количество идей, что можно там сделать. Но пока они все вот ещё в таком зачаточном состоянии. Вот мы активно косим там траву. Вот мы убираем там мусор. Мы высаживаем там деревья. Вот такие мероприятия мы проводим. Всё, что в ваших силах всё делаете. Вот, кстати говоря, мы заговорили о Спасо-Преображенском храме. А, между прочим, когда-то его купол украшала большая, красивая белокаменная корона. А мы узнали, где этот уникальный экспонат. Можно увидеть сейчас. Снимание на экран. Семиглавый четырёхпрестольный двухэтажный храм был воздвигнут в Больших Везёмах Борисом Годуновым в конце 16 века. Тогда эти земли были государственными. Век спустя Пётр I пожаловал их своему воспитателю Борису Алексеевичу Голицыну. Первым делом новый владелец принялся за реставрацию храма. Он нанял мастеров для реставрации храма. Это зафиксировано в источниках, что храм реставрировался. И после реставрации храм был переосвящён. То есть до этого при Борисе Годунове он был троицкий храм. Его переосветили в Преображенский храм. Ну, скорее всего, это было сделано из-за того, что при Петре Россия преображалась. Однажды храм в Везёмах посетил император Пётр I. В честь этого события его решили увенчать белокаменной короной. На верши короны был ещё крест. Ставился крест, он на специальных растворках. Вот сейчас уже этого нет. Интересна технология её создания. Корона, она составная. То есть она собрана из разных частей. По сути, собирается как конструктор лего. То есть там есть пазы специальные, всё без раствора. Таких храмов, увенчанных короной в Подмосковье, было всего два. Один в Дубровицах, второй в Везёмах. Оба связаны с именем Бориса Голицына. Спасопреображенский храм стоит на возвышенности, поэтому был виден издалека. Корона, переливавшаяся на солнце золотом, привлекала внимание путников. Можем видеть краску. То есть нижний пояс короны был красного цвета, а верхний был жёлтого цвета, то есть золотого, был покрашен охрой, и части этой краски охровой мы можем вот с вами видеть сейчас. В 60-х годах 20 века состояние короны, венчавшей главный купол Спасопреображенского храма, вызвало обеспокоенность у реставраторов. Декоративный элемент решили снять. Сначала корона хранилась в алтаре, потом стала фактически бесходной. О реставрации задумались, когда передали музею-заповеднику Пушкина. Про реставрировали её своими силами, то есть наши сотрудники это делали своими силами, по чертежам, по старым фотографиям, её восстановили, ну в течение месяца примерно. Вернуть корону на купол непросто, поэтому её решили установить рядом с храмом. Так посетителям музей-заповедника Пушкина будет удобнее детально изучить уникальный экспонат. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о музее-заповеднике Пушкина в Больших Везёмах. 8495 508 86 84. Владимир, а где установлена эта корона? Потому что сейчас телезрители увидели сюжет и наверняка захотят приехать и увидеть её своими глазами. Ну корона установлена на территории музея, она установлена в районе Конного двора. Ну трудно её не заметить, там такой высокий постамент, и на этом постаменте она и стоит. Зимой будет доступно посетить? Она круглый год доступна, она находится под открытым небом. Ну было много-много разных идей. Вот корону, кстати, очень хотел восстановить наш директор Александр Михайлович Рязанов. И вначале была идея просто сделать какой-то, может быть, там навес над ней, да. Но потом решили, что всё-таки не нужно этого делать, она всё-таки всегда была открытой. Она всегда была установлена на куполе храма, и ничего как бы ей не было. И, собственно говоря, вот на таком постаменте она и сейчас стоит, и все люди приезжают. Самое интересное, что у меня пару раз спросили, что это? Похоже очень на фонтан. Да, издалека действительно кажется как будто фонтан. То есть, ну люди подходят, видят, да, корона и начинают... Там табличка информационная есть. На самом деле это уникальная вещь. То есть, это вообще в Подмосковье, как я уже говорил, это всего два храма было, увенчанных короной. Ну и немножко больше по России. Ну это Дубровицы, которые... Там очень красивый храм. Корона до сих пор на храме, да. Невероятно красивая архитектура храм. И наш Везёмский храм. И, конечно, вот можно предпредставлять, она была золотой. То есть, она была покрашена охровой золотой краской. И как она издалека, когда храм был архитектурной доминантой, он находится на самом высоком месте, и эту корону, и храм, и главный купол храма, он просматривался со всех окрестностей. То есть, сейчас немножко там ландшафт изменился. А раньше было видно, или путники издалека уже едя по Можайской дороге, они эту корону видели. И знали, куда им нужно собернуться. Которая блестела золотом, отливала золотом. Какой этот эффект просто эмоциональный на них производила. Это даже вот трудно представить. А у нас есть вопрос в нашем инстаграме. Жанна спрашивает. Дорогие гости, а в каких музеях мира вы бывали? И что больше всего удивило, либо запомнилось? Ольга. В каких музеях мира вам удалось побывать? Вы знаете, пока ни в каких. В Москве наверняка были. Ну, вот... Ну, в московских музеях, в историческом музее, Третьяковской галереи. Вы знаете, я могу сказать честно, мне очень стыдно, но вот в историческом музее я не была ни разу. Я там прогуливал институт. Очень хорошо. Есть что вспомнить. Я даже не... Я растерялась от такого вопроса, потому что много всего интересного. В Денцовском историко-кореведческом были. Да, было. Вот, видите. Уже плюс один. Я так сразу начала думать, размышлять, что же меня впечатлило. И вы знаете, я, наверное, уже не как посетитель музея. Я когда прихожу в музей, я начинаю смотреть... Как сотрудник музея, да? Да, и думать, так, а что же здесь такое интересное? А как это сделано? А вот бы попробовать. И вот с мыслью о том, что бы из этого почерпнуть. Поэтому что меня впечатлило? Да много чего впечатляет. Сейчас вообще мне очень нравится мультимедийность музеев. И тот момент, опять же, с точки зрения детской аудитории, когда музей становится доступным, когда можно прийти, потрогать, посмотреть, что-то понажимать, чтобы не было, да, как раньше ты пришёл в школу. Не трогать. Не трогать. Ты стоишь там, не дышишь. Боишься, да. Боишься, да, там куда-то в сторону посмотреть. И то, что сейчас музей развивается в том направлении, да, когда вот всё можно, вот это мне очень нравится. Пришёл или экран там, ну что-то такое вот. Владимир, в каких музеях мира бывали вы? Ну, на самом-то деле, если брать, если так широко, да, мира, то, наверное, в основном только по России. Вот, ну, далеко за рубеж. У нас та страна большая, знаете, полмира практически. Да, далеко за рубеж я не ездил, к сожалению. Ну, может быть, кто его знает, но в связи с современными нашими ограничениями неизвестно, да, вообще, как всё сложится и как всё будет. Вот, но, тем не менее, виртуально я просматривал экспозиции других музеев, вот, в частности, были потрясающие. Когда был карантин, вот, прошлый карантин, не этот, а другой карантин, многие музеи выходили в онлайн, в том числе и мировые музеи. И была возможность смотреть и коллекции... Я так в Эрмитаже побывала. Да, коллекции наших и европейских музеев, таких очень крупных, в том числе, ну, наши отечественные музеи, конечно, потрясающие исторические музеи, которые я очень люблю. Эрмитаж, конечно, да, наверное, один из лучших музеев мира, если не лучший музей мира. Ну, и наши, подмосковные, музей-спорядник Пушкина, конечно, любимый. Тоже. А я вот хочу сказать, музей-дорога жизни. Да. Потрясающий музей. Вот, кто не был, обязательно сходите, если будете в Санкт-Петербурге. Каждый музей, он уникальный по-своему, и он тёплый, и такой. Вот у него есть, у них, у каждого музея есть своя душа. И свои уникальные, отличительные от всех других черты, неповторимые. Безусловно. А вот теперь переходим к главной, к одной из главных тем сегодняшней программы. Ну, кроме детского центра, сейчас в музее-заповеднике работает ещё клуб юных краеведов. Да. Вот, рассказывайте, как вам удалось найти этих юных краеведов? Вот кажется, что краеведение – это такая, ну, не узкая, конечно, наука, ну, вот, ну, может быть, не самая популярная сейчас, что ли? Ну, вы знаете, вообще это такое… Идея родилась не случайно, потому что в детском центре у нас, конечно, интересные программы идут, и кружковые занятия. Но не было чего-то такого именно музейного. И идея была в том, чтобы привлечь детей в музей. И не просто привлечь, а чтобы их подружить с музеем. И долго думали, как это сделать. И родилась идея именно клуба, не какого-то кружка, а вот именно, чтобы это был клуб, клуб юных краеведов, куда бы дети приходили. И мы им сразу объяснили, что они не заниматься пришли, что они часть команды, что мы соучастники, что мы вместе отправляемся в это увлекательное путешествие. Путешествие по истории, литературе, культуре. И что мы всё будем делать вместе. И было важно, чтобы они поняли, что здесь их услышат, что с их мнением обязательно будут считаться. У нас всё серьёзно. У нас есть своя эмблема, свой девиз, своя атрибутика. И когда мы набирали первых пионеров, не боюсь этого слова, а слова первых наших краеведов, мы поставили возрастную категорию 12+. Но к нам начали проситься дети помладше. Да, и мы убрали категорию. И вот теперь Энеграма об этом не пожалели. У меня самому младшему краеведу 5 лет. Ничего себе! Но вы не представляете, с каким энтузиазмом он приходит на наши встречи, и как вообще серьёзно он к этому ко всему подходит. Мы устроили им торжественный приём в краеведы. То есть это было важно, чтобы они поняли всю серьёзность. Наш девиз – гордимся прошлым, живём настоящим и строим будущее. Потому что без прошлого нет будущего, как сказал Ломоносов. И это действительно так. Прошлое смотрит в настоящее, настоящее ведёт нас в будущее. И я всегда ребятам говорю, что путь этот сложный, но очень интересный. И пройдя по нему, у вас всегда есть выбор. И я уже стала замечать, как эти ребята, у нас всего 10 человек, мы ограничили. Потому что это наш первый опыт экспериментальный. Поэтому мы ограничили набор, мы взяли всего 10 человек пока. И я вижу, как они меняются от встречи к встрече. Они начинают по-другому относиться к своей малой родине. Они узнают, они оберегают, им хочется узнать больше. Они начинают гордиться. А гордиться нам есть чем, потому что действительно славное прошлое. Мы говорим и о героях разных войн. Это и 12-й год, и Великая Отечественная война. А какие кривические темы интересуют юных участников клуба? Ну, у нас разные темы. Сейчас я ещё одну секунду буквально скажу. У нас дети занимаются и археологией, и экскурсоведением. То есть они проходят, они часть музея. Они вот как одна команда. Смену себе готовите. Да, готовят себе смену. И темы совершенно разные. Вот, например, одно из последних занятий было археологическое. Наш научный сотрудник, археолог. Он им рассказывал, как правильно вести раскопки, как готовиться к ним, как это всё проводится. Они сами это всё посмотрели, попробовали. И следующее занятие у них уже идёт в экспозиции, где они видят результаты работы наших археологов. И они не только смотрят, они ещё в этой экспозиции проговаривают, чему посвящена эта экспозиция, и готовят экскурсию. И вот вы представляете, как будет здорово, когда ребёнку всего 11 лет, а он для своих одноклассников проводит экскурсию в музее, настоящую экскурсию в настоящий музей. То есть они себя чувствуют как сотрудниками уже. А потом они у нас ещё принимают участие во всех музейных мероприятиях. Мы их стараемся к этому привлекать. Вот это вам удалось их так заинтересовать? Или дети изначально пришли заинтересованные? Я думаю, что они пришли изначально заинтересованные. Так вы подогрели ещё больше этот интерес. Да, конечно, мы подогревали интерес, заманивали. Ну да, детей сложно сейчас раскачать и заставить их оторваться от телефона и куда-то пойти. Тем более это выходной день, когда хочется отдохнуть, хочется ничего не делать, а тут вдруг куда-то надо идти, ещё чем-то заниматься. Это было сложно. Но сейчас, когда были у нас эти вынужденные каникулы, ребята мне звонили и говорили, ну когда, когда у нас будет занятие, ну пожалуйста, давайте уже побыстрее, мы чем-то интересным займёмся. Мне кажется, родителям не менее интересно участвовать. Да, причём у нас такой формат семейный. Мы приглашаем детей на занятия вместе с родителями. То есть если... Двух зайцев разу. Да, родители... Нет, я вижу, что родителям тоже интересно. Вот, и у нас каждая встреча сопровождается чаепитием. Мы потом садимся, пьём чай с пирожками и обязательно обсуждаем, что у нас там было интересного, кому что запомнилось, что бы ещё хотелось узнать. А вот детская краеведческая конференция, я так понимаю, что мы сказали немного о них в самом начале, вот несколько докладов. Что это за доклады, на какие темы? И как их выбирали? Участников 10, докладов меньше? Мы пока не выбирали. Мы проводим эту конференцию совместно с Пушкинской школой. Пока ещё идёт отбор. Мы ещё пока не знаем, какие из наших детей точно попали на конференцию, но я буду надеяться, что все дети попали. Два мальчика – это от нашего клуба краеведческого, с двумя докладами совершенно разными. Один доклад посвящён Великой Отечественной войне, а второй доклад посвящён Пушкину, о путешествиях Пушкина в Захарово. То есть интересные такие факты мы нашли с нашими краеведами, которые мы будем презентовать на этой конференции. И ещё у нас одна девочка, она выступает от детского центра, но от студии журналистов. Она готовит доклад о боях в Кубинке в 1941 году. Презентация очень хорошая, достаточно серьёзный доклад. Пока ребята участвуют в детской краеведческой конференции, но, наверное, со временем дорастут и до взрослой истории, и современности будут уже вместе с Владимиром выступать. Ну, Антон Кузнецов, я думаю, он очень, конечно, будет рад, что растёт смена юных краеведов, и что в наши ряды вливается свежая кровь. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студии. Спасибо всем, кто провёл своё свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры делал DimaTorzok